Итак, всем привет! Я, как знаете, это девушка-содержанка в баре с бокалом, но на самом деле, сука, все не так. Не содержанка, благо девушка, но с бокалом. В бокале Pepsi, если что. Итак, меня зовут Оля Ермилова. Если кто-то не знает, наверняка кто-то не знает, я обучаю людей, как с помощью изменения мышления управлять своей реальностью. И сегодня, наконец-то, у нас с вами первый прямой эфир, ребята, первый прямой эфир в этом году, даже хочется стул подвинуть, не хочется сидеть, в 2023 году. И я решила все-таки его провести вечерком, несмотря на то, что день сегодня какой-то такой мега-супер сумасшедший. Но поскольку я буду рассказывать сегодня про как раз вот это сумасшествие, как с этим жить совсем, я подумала, ну самое время именно в такой день это и сделать. Мы сегодня поговорим с вами о том, как программировать свой мозг, я специально записала и закрепила, чтобы перестать тупить и откладывать на потом. Потому что я уверена, что это проблема огромного количества людей. Поэтому я вам буду благодарна, если вы будете там делиться эфиром, клацать на сердечки, в общем поддерживать меня, давать обратную связь. В результате этого эфира, говорят, что так надо говорить, что получится. Ну первое, я вам обещаю мега-заряд, это точно обещаю. Второе, обещаю, что у кого-то спадет вот этот крючок, знаете, как на двери, который висит, и типа держится такая петелька. Вот у кого-то спадет и кто-то начнет действовать. И сегодня немножко переверну ваше мышление и покажу вам причины того, почему вы не двигаетесь в том темпе, в котором могли бы двигаться. Почему вы не достигаете того, чего могли бы достичь. Ну, в общем, об этом будем сегодня с вами болтать-приболтать. Уверена, что будет круто, поэтому я даже не буду говорить вам, не смотрите этот эфир. Смотрите «Ночь бессонная» обеспечена. Итак, давайте начнем с самого главного момента. У каждого из нас с вами есть мозг, он где-то тут. И есть у него очень классная опция. Наш мозг можно запрограммировать. И его не просто можно запрограммировать, а он запрограммирован. Мы его постоянно программируем, а что похуже, его программируют другие люди, которые нас окружают. И в зависимости от того, знаем мы это или нет, вдумайтесь, только это зависит от того, знаем мы или нет, мы программируемся больше или меньше. То есть, когда мы это не знаем, мы с вами за правду принимаем все, что нам говорят. Например, какой-то человек идет и говорит там «Да блин, толстая ты какая-то, жирная». Или там мужчина говорит «Ой блин, ты любовница, вообще бревно». «Может быть ты фригидная» и ты такая «Блядь, может я фригидная». Кто-то говорит тебе там, ну может быть в семье «Ой, да у нас все бедные, у нас нет, без денег ты не разбогатеешь, никак, где же деньги-то взять, без денег никак, будешь всегда бедной». И ты это тоже принимаешь за правду, особенно когда ты помладше. А я вам хочу сказать, что вопрос, как я уже разобралась, вопрос не в том, сколько вам лет, а сколько лет вашему мозгу. То есть, у многих взрослых людей, видели, когда взрослые люди ведут себя, мягко говоря, как маленькие. То есть, все время перекладывают на кого-то ответственность, не собираются там ее брать. То есть, мозг остается маленьким. И вот вы принимаете эти вещи за правду, и на них базируется ваша реальность. То есть, еще раз, наш мозг – это то, что можно программировать, то, что мы делаем или делают другие. И разница только в том, знаем мы об этом явлении или нет. Теперь давайте представим, что вы знаете, что ваш мозг можно программировать. И вы можете задать мне вопрос. Оль, а его всем можно программировать? Ну, то есть, как бы всем, я имею в виду, любыми какими-то установками или только какими-то избранными. И тут супер-пупер ответ звучит так – любыми. То есть, вы можете программировать себя как на успех, на деньги, на развитие, так и на болезни, апатию, вечные проблемы и трагедии. Вашему мозгу глубоко похер. Вот другими словами не скажу. Похер. На что вы его программируете? Он программируется, он просто ест. Вот знаете, как мы на телефоне, все равно ли инстаграму, какое сообщение вы вводите или клавиатуре? Да пофиг вообще. Что вы там напишете, то и напишется. Точно так же и с нашим мозгом. И вы должны это понять. То есть, наш мозг – это некий маленький ребенок, с которым можно весело ходить за ручку. Понимаете? То есть, это маленький ребенок, с которым можно ходить за ручку, рассказывать ему, что делать. И он будет это делать. Вы ему, например, скажете на какашке, это вкусные конфетки. И он попробует, если это ребенок маленький, он обязательно попробует. Мама же сказала, что это вкусные конфетки. Теперь вы скажете, Оль, зачем мне эти вообще все знания? А затем, друзья, что когда вы начнете понимать эти простые вещи, как вы устроены, вы тогда начнете понимать, как собой пользоваться, как использовать это во благо себе. Это вот, знаете, когда девушка, например, понимает в какой-то период времени, что она сексуально привлекательна и что мужчинам это нравится, например. Она начинает это использовать. Я, кстати, недавно видела потрясающий тренинг, точнее не тренинг, а девушку, которая ведет тренинг. Можно просто, извините, обосцаться с одной стороны, а с другой стороны я ужаснулась от того, что это покупают девушки. Значит, она показывала приблизительно такую штуку. Она становилась на колени, возле стульчика только вот так вот, и говорила о том, как у мужчины что-то опросить. То есть надо сначала три раза ему сделать комплимент утром. Дорогой, ты такой привлекательный, ты у меня такой красивый, как Бог. Она даже учила, в какое время надо дышать. Потом вы делаете, значит, там вдох-выдох, потом говорит, «Я так хочу сделать тебе миньет, мне снился про это всю ночь сон. Можно я тебе сделаю его прямо здесь, на этих островах?» После третьего какого-то признания можно просить о сумочке. Но если вы пойдете в коучинг девушке за там три или пять тысяч долларов, она обещает, что она научит вас, как получать квартиру от мужчины и так далее. В общем, так это тоже, наверное, работает. Я все-таки предпочитаю использовать собственный мозг и рот немного для других целей, не исключая другого, но точно не для того, чтобы получить от мужчины сумочку. Окей. Теперь, значит, мы понимаем, что наш мозг программируем, и мы можем этим как-то пользоваться, да, помимо того, чтобы выклянчивать у мужчины сумочку. Погнали. Значит, для чего вам эта ценнейшая информация? Рассказываю. Помните такое состояние, когда вы такие сидите, думаете, пишете список целей, вдохнули, выдохнули и говорите, значит, «Все, решила, в этом году буду достигать этих целей. Вот эту машину хочу, хочу, значит, дом, работу или бизнес свой, собственный. Мужика, в конце концов, хочу нормального». Короче, написали и фигуру, и фигуру, тоже, чтобы живот не торчал, фигуру, плоский животик хочу покачать. У меня, кстати, спортивная майка, если что, чтобы вы не думали, что я вам тут лифчики показываю. Значит, и вы вот это все сделали. Написали этот списочек желаний, написали так. Сейчас покажу даже, как у меня. Так вот написали, значит, закрыли блокнотик, положили и решили что-нибудь поесть. И думаете потом, сидите, месяц прошел, вы же ни черта не сделали, вы думаете, ёптель, что за фигня. Решили дальше, думаете, хочу начать вести инстаграм. В конце концов, в этом инстаграме столько людей делятся своими знаниями, выходят в эти эфиры, снимают эти рилсы, пишут посты. Я, может быть, дипломированный нутрициолог или какой-то классный психолог или очень много о чем-то знаю. Почему эта девочка говорит, что она в месяц зарабатывает 10-20-30 тысяч долларов, а я не могу заработать 10 тысяч гривен? Что за хрень? Я буду вести блог. Вот вы открываете инстаграм, начинаете всех листать, смотреть, значит, и у вас начинает происходить вот это ощущение. Первое. Это то, что как много этих людей. Офигеть! Такое ощущение, что все вылезли в инстаграм и стали психологами, гинекологами и так далее. Все вылезли в инстаграм. Ощущение номер два. Как мне кого-то вообще возможно догнать? Ведь уже все сторис сняты, все прямые эфиры проведены, аккаунты какие хочешь на какой вкус, и кажется, что стать хотя бы рядом с этими девочками или мальчиками просто анриал. У них еще и куча подписчиков. Момент третий. Ты думаешь, ладно, окей, все когда-то начинали, хорошо, я это понимаю. Но ты начинаешь себя сравнивать постоянно. И это все, что делает с вами, оно вас блокирует. Вы себя чувствуете ужатой в маленький домик? Я не зря этот стульчик поставила. Вот это, знаете, ощущение. Когда вот такая сижу, смотрю на этот инстаграм и думаю, мать твою, я никогда в жизни туда не нырну. Никогда у меня не получится туда нырнуть, потому что это можно екнуться. Ладно, делаешь вдох-выдох, становишься перед камерой, пытаешься снять, а разговариваешь вообще как не Ермилова. Начинается. Всем привет. Блядь, голос дурацкий. Всем привет, меня зовут. Мать твою, сбиваюсь. Вроде бы был нормальным человеком, нормально разговаривал в жизни. Сел перед камерой и началось вот это вот. Здравствуйте, дорогие друзья. И все, и хочется плакать. Думаешь, боже, я же взрослая женщина. Нормальная вроде бы. Выгляжу как какой-то дегенерат. И в итоге ты не можешь сдвинуться. А вообще не можешь сдвинуться. И ты смотришь на эти блоги, которые появляются, и ты понимаешь, что ты бы тоже что-то хотел попробовать, но ни черта не пробуешь. Потому что все эти мысли, крики со всех сторон, да? Эй, куда ты несешься? Дура ты старая, тебе уже все поздно. Ты, у тебя ничего не получится. Ты толстая, у тебя ужасный голос. Все это хором орет в твоей голове. А теперь, хотите, открою вам секрет. Секрет заключается в том, что такое происходит у каждого. Вот я вам расскажу, например, такое супер откровение. Какое-то время назад я думаю, так, что-то я давно вообще не смотрела на актуальные инструменты продвижения. Что там придумали? Смотрю эти рилс. Думаю, нет, ну, ребят, ну, сори. Вот эти танцы-шманцы, тик-ток. Нет, мне уже почти сороковка. В конце концов, я вообще не очень про это. Я люблю поговорить, я люблю как-то цепануть, а стоять и плясать, уж простите, как дура, такая у меня мысль перед камерой. Ну, окей, один ролик я отпляшу, ну, два отпляшу, а дальше что? А что я буду делать потом? И я, как мартышка, начинаю на это смотреть. Ну, думаю, ладно, ну, подожди, ну, ты же хочешь куда-то двигаться? Начинаю смотреть, вижу, есть еще разные ролики, экспертные. Начинаю изучать тему, глубже копать, понимая, что люди делают по-разному. Оказывается, можно и поговорить, можно дать классный контент, и это тоже круто. Начинаю разбираться, как это делать. Ребят, я в кадре огромное количество лет. У меня большая карьера, где я в кадре. Как бы, и в своей собственной, и когда я еще была там давным-давно в шоу-бизнесе. Я люблю камеру. Камера, типа, немножко любит меня. Я разбираюсь, как снимать. Я немного умею монтировать. То есть, я не совсем моя мама, да? Ну, то есть, в контексте съемок. Но я на это все смотрю и думаю, оно вообще мне надо... Слушайте, хоть микрофон включила, думаю, неужели я позорюсь без микрофона включенного. Оно вообще мне надо, как это сделать? И что вы думаете? Меня начинает блочить. Чем больше я смотрю на других людей, тем больше страха и блоков у меня возникает. Потому что я вижу, что снимают по-разному, классно, прикольно, офигенно, супер-пупер. Я глубоко вдыхаю, думаю, может, я на ютюбчике? Может, я в эфирах побуду? В конце концов, я вот могу без дублей работать. Я классно, мало таких людей, которые могут так круто работать. Мой мозг мне говорит, нет, Оль, ты вообще можешь как бы ничего не делать. Но, может, все-таки попробую? И вот, что происходит. Значит, мозг, с которым я проводила и провожу работу и беседу, а я регулярно тренирую свой мозг, мы об этом поговорим, начинает работать на меня. Он мне говорит, в смысле? Так выключи их, что ты их листаешь? Перестань. Давай сделай, как можешь. Сделай, как ты бы сделала. Вот если бы ты не знала, как делают они, как бы сделала ты? Давай, попробуй. Тебе что, нечего сказать своей аудитории? У тебя что, нет аудитории? Ты что, никогда не стояла перед камерой? И в этот момент я говорю, окей, хорошо, давай сделаем как-то. Давай, хорошо, я поставлю штатив, я поставлю свет, я как-нибудь попробую. Окей, в 90 секунд вложиться как? Я в 2 часа плохо вкладываюсь. И мы начинаем работать. Так вот, страх есть абсолютно у каждого человека, которым вы, возможно, восторгаетесь. Очень велика вероятность, что тот, на кого вы смотрите, и кем вы восхищаетесь, и кого вы подразумеваете, что переплюнуть невозможно, боится наравне с вами. Его сковывают и раздражают те же вещи в себе, что и вас. Ему тоже не нравится, как звучит его голос, он не очень любит себя на картинке, ему дискомфортно делать что-то. Но между вами и этим человеком есть глобальное отличие. Оно называется «делаю и не делаю». Оно называется «как запрограммирован мой мозг». Смотрите, что происходит с вами перед любым моментом, когда вам необходимо сделать шаг. Сейчас практически каждый плюс-минус понимает, что ему нужно делать, когда он хочет что-то сделать. Ну, когда вы ставите цель похудеть, вы понимаете, что вам надо начать следить за питанием и тренироваться. Когда вы хотите завести блог, да, или начать его активно продвигать, вы понимаете, что вам теоретически нужно в нем что-то писать, что-то снимать, да. Ну, это как бы понятно, но вы этого не делаете. Вопрос «почему?». Так вот, слушайте меня внимательно. Каждый из нас, человек, состоит из набора привычек. То есть мы с вами, как коробка с киндер-сюрпризами, там, знаете, или коробка новогодних конфет. Там вот кладут две белочки, три зайчика, одного Деда Мороза. Мы с вами точно так же состоим из набора собственных привычек. И у каждого из нас есть какие-то интересные стороны. Например, кто-то заводит будильник, будильник звонит, и человек встает. Кто-то заводит будильник пять раз, и будильник начинает звонить за два часа до того, как нужно встать. Кто-то заводит будильник, и ему нужно встать в это время, но человек все равно три раза этот будильник откладывает. Кто-то заводит будильник, выключает его и стабильно просыпает на работу, в свою жизнь и так далее. Поставьте, пожалуйста, сердечки, если среди вас есть какие-то группы из этих людей. Так вот, вопрос в том, что это привычка. Вопрос привычки. Вот у каждого она своя. И так состоит в очень многих делах. Если бы мы людей разделили на две глобальные группы, те люди, которые вам нравятся, и те люди, которыми есть вы, вы бы увидели такую интересную штуку. Этот навык когда-то в свое время мне привел Сергей, мой партнер. Как это произошло? Мы сидели с ним в кафе, там, в 2000 каком-то году, и я ему говорю, «Ты знаешь, я так хочу, я не помню, что я хотела». По-моему, к косметологу какому-то, или на массаж, на массаж, точно. Я говорю, «Я так хочу начать ходить на массаж». Он мне говорит, «Так иди». Я ему говорю, «Ну, я поищу, я созвонюсь». Он говорит, «Так нет, ты сейчас, у тебя есть массажист?» Я говорю, «Ну, есть». «Ну, может быть, он занят». Он говорит, «Так позвони ему». Я говорю, «В смысле позвоню?» Он говорит, «Ну, возьми, позвони ему и запишись». Я говорю, «Ну, нет, ну, я хочу когда-нибудь». Он говорит, «Так вот, у тебя есть ты, есть деньги, есть массаж, позвони ему». Я говорю, «Самой позвони?» «Ртом говорить?» «Массажисту?» Для меня еще был очень большой трабл вообще с кем-то разговаривать, коннектиться. Вот смс-кает еще полбеды, разговаривать, это вообще была для меня какая-то трагедия, заговорить с незнакомым человеком, да, или там с человеком, который не близкий мой друг. И вдруг я позвонила и записала. И вы знаете, я вам клянусь, с того момента я начала этой привычкой пользоваться очень активно и вырабатывать ее в себе. Когда сегодня в мою голову приходит мысль, например, «А давай снимать рилс?» Это происходит приблизительно так. «А давай?» Я беру и ставлю все, что могу поставить. Моя голова говорит, «Оль, у тебя не тот свет, не тот фон, ты не подготовила тему, ты, я говорю, супер, класс, давай снимем первую рилс». Без фона, без темы. Вот снимем и просто совершим этот шаг. Моя голова говорит, «Ты же можешь придумывать какие-то очень классные рилс, ты представляешь?» И у меня начинаются голливудские сценарии. И я говорю в своей голове, «Голова супер, отлично, давай с тобой снимем 10 херовых рилс. Просто приучимся к тому, что мы их вообще снимаем. А на 11-ю снимем боевик, блокбастер, может быть даже Оскара получит». И мы делаем так. Когда ко мне в голову приходит мысль, «Неплохо было бы заняться танцами», я тут же захожу, нахожу тренера по танцам, пишу ему и договариваюсь с ним о занятии. Когда я пишу себе любую цель, я сразу же спрашиваю себя, что я могу сделать прямо сейчас. И если я вижу, что мой мозг начинает делать самые изочаренные движения, я вычеркиваю эту цель. Я говорю, значит, нет. Значит, тебе это не нужно. Я замечаю огромное количество людей, которые, например, приходят обучаться, даже приходят. И при этом не открывают ни одного урока. Я замечаю большое количество людей, которые мне говорят, «Олечка, я вас так люблю, я за вами так долго слежу, я собираюсь на рерайтер, когда-нибудь приду». Я говорю, а сколько вы за мной следите? Три года или пять лет. Я говорю, вы у меня не учились? Ну нет, пока только на бесплатных продуктах. Но я очень сильно хочу. Так вот я хочу вам сказать, перестаньте врать-то себе. Перестаньте себе врать. Если вы чего-то хотите, единственный ваш способ перейти из команды желающих в команду имеющих, это конкретно, прямо сейчас поднять свою жопу, красивую или не очень, и сделать активный шаг. Я терпеть не могу людей, которые сидят и рассказывают мне о том, как сложно, как нельзя. Друзья, я подумаю, я с этим пересплю, я с этим пересплю, это означает нет. А я этого хочу означает конкретное действие, которым ты подкрепляешься. Вы никогда слышите меня, никогда не научитесь идти вперед, если не переделаете привычку своего мозга перед самым выходом снимать с себя вечернее платье и идти ложиться спать. У меня, кстати, такая привычка тоже была. В самый ответственный момент, когда вам нужно сделать шаг, вы начинаете болеть, вы начинаете чихать, вы начинаете делать все, что угодно, только бы этого не делать. Вы запланировали, к примеру, снять свое первое видео или написать резюме, или еще что-то сделать. Что вы делаете? Вы начинаете готовить, убирать, вспоминать о срочных, важных, абсолютно неважных делах. Вы демпингуете до последнего, вы моете пол, вы давите прыщи, блин, вы моете сковородку. Все это вы делаете только для одного, чтобы каким-то образом избавиться от главного. А потом вы говорите мне, а у меня нет времени, у меня нет времени, ты не понимаешь, я целыми днями занята. Я в этом случае говорю, так ты кухарка. Если ты целый день моешь кухню, и это для тебя важнее, чем та цель, которую ты поставила, ты кухарка. Просто скажи себе, да, я кухарка, или я поломойка, или я пиздоболка, или я вытиральщица собачьих жоп. И чем жестче вы себе это скажете, вы не думаете, что я сейчас специально, ну, это мой лексикон. Нет. Порой себе нужно сказать правду. И я скажу так, бывает такое, обычно, если у вас такое бывает, то бывает всегда. Потому что у мозга есть либо привычки победителей, привычки двигателей, либо такой привычки нет. Я проснулась 1 января и пошла снимать Рилс. Знаете почему? Потому что 30-го я написала себе, что я буду снимать в этом году видео каждый день. И поэтому 1-го я пошла не гулять, не кататься на коньках, не прятаться в бомбоубежище. Я пошла снимать. Потому что я себе сказала, что я буду так делать. И моя привычка не дала мне поболеть головой, посмотреть телевизор, поныть или придумать еще 150 тысяч отмазок. Потому что я для себя это определила. И каждый раз, когда я сушу волосы, вспоминаю, ой, надо сходить, что-то там с ресничками сделать. Я останавливаю сушку и тут же пишу своему мастеру. В тот момент, когда я принимаю решение, что мне нужно, не знаю, там, заказать новый свет. Сегодня у меня так было. Я вот так сушила волосы, нашла все-таки свет, потому что вчера я его искала, а сегодня не заказала. И заказала этот свет прямо сейчас, right now. Не когда-то потом. Если я ставлю для себя цель, что я хочу жить свою жизнь каждый день, я убираю этот синдром отложенной жизни и спрашиваю себя, а что для тебя жить каждый день? Красивая фраза Ермилова, прям вообще тебе похлопаются сцены. Жить каждый день. Что это? Это про что? Для тебя в этом какой смысл? Возьми ручку и напиши, девочка, напиши себе это. Написала, ага, теперь понятней. Теперь что мы с этим делаем? Если я дала себе обещание, что я буду уделять себе релаксирующее внимание. В моем случае я себе решила, что это будет классный массаж. Я нашла прекрасную студию массажную. И я себе сказала, раз в две недели ты ходишь на массаж. Нет, у тебя нет темы, что тебе некогда ходить на массаж, что тебе можно потратить деньги на что-то другое, что сейчас война, что еще пиздец, сколько важных дел. Нет. Ты берешь это и делаешь. И поэтому, выходя из массажа, я сразу же, аминь, этой студии записываюсь онлайн на следующий прием. Сразу же. Не когда-то потом. Когда-то потом вы убираетесь из своей жизни. Если вы хотите двигаться, вам нужно перепрограммировать свой мозг. И убрать у него привычку за шаг от действия давать заднюю. Если вы приняли для себя решение, что вы хотите расстаться, разорвать отношения, которые вам не нужны. И начинается. Все, я готова, я готова. Потом села. Он же хороший. А как же наши дети? А у нас же когда-то было хорошо. А мама? Ну, может быть, он изменится. Потом опять. Произошел конфликт. Скандал. Я не могу. Я схожу с ума. Он не дает мне жизни. Вообще, я обеспечиваю нашу семью. Я такое слышу. И вообще, я уехала, а он гуляет. Опять. И все, я с ним разрываю. Ты знаешь, он мне написал. Он мне позвонил. Вы что? Вам что, нравится этот мазохизм? Эта мастурбация мозга? И так во всем. Все. Я решила менять свою жизнь. Я Оля. Я делаю ментальные практики каждый день. Я работаю. Я себе пообещала. Прошел месяц после Оли. Ну, ты знаешь, мне что стало не хватать времени. У меня же проблемы. Вот эта вот вся реальность меня захватила. Дура. Ты же знаешь, что ты создаешь свою реальность сама. Ну, да, я знаю. Но я не понимаю, как из этого вырваться. Еще одна моя подруга. Привет тебе. Чей партнер старше ее на 35 лет? На 35. Который рассказывает ей о своих любовницах. Который всячески, как по мне, вытирает об нее ноги. И дает ей какую-то маленькую такую, знаете, хлебинку. И вот она сидит и говорит, я хочу большой любви и родить ребенка. Говорю, от него? Нет. А что с ним сидишь? Ну, понимаешь, он... Ну, я не знаю, как от него оторваться. Но он мне начинает нравиться. Ты серьезно? 75-летний дед, у которого не стоит член, тебе нравится? Правда? Почему ты не называешь вещи своими именами? Что тебе стремно идти дальше. Что тебе стремно оторвать свою жопу. Что тебе стремно начать свои сильные стороны оттачивать. А не унижаться перед этим старым куском говна, который тебя унижает. Потому что у него есть деньги. Причем очень небольшими он делится с тобой. Почему вы так себя все ведете, люди? Потому что это привычка. Потому что это привычка мозга темпинговать. А я вам предлагаю перепрограммировать свой мозг. Как это делается? Ну, если говорить конкретно про этот случай, то вы должны понять, что привычку нужно сломать. Первый шаг к переходу вашей привычки, вообще к тому, что пошел вот этот процесс перезарядки, это ваше осознание. Ну, например, я, представьте себе, каждый день пью колу. Вот стоит бокал, я его пью. Пью и пью и пью и пью, я решила не пить колу, но продолжаю ее пить. И вдруг в какой-то момент моя рука тянется, и я думаю, стоп, я же решила не пить колу. Ммм. И моя рука остается. Я вспоминаю об этом не каждый раз, но все чаще и чаще. В какой-то момент я, проходя в магазине, понимаю, что я не захожу в этот отдел, потому что я колу больше не пью. Я пью теперь воду или водку. Я пью теперь что-то другое. Первый шаг, это когда ваш мозг начинает об этом уже задумываться. То есть, сталкиваясь с тем, чего вы там не должны делать, например, вы, как обычно, что-то решили делать и откладываете на потом. Ну, окей, потом этим займусь. И тут ваш мозг говорит, подожди, куда потом? Тебе же Ермилова говорила, прямо сейчас, если ты решила, прямо сейчас сделай зацепку. Позвони, договорись. Ты можешь это сейчас решить? Решай это сейчас. Сделай шаг для этого сейчас. Не факт, что вы в первый раз сразу же доведете дело до конца. Но, когда вы начнете испытывать уже какое-то чувство вины за то, что вы тупите, за то, что вы боитесь, за то, что вы тормозите, это первая часть успеха. Теперь ваша задача, то есть, ваш крючок немножко сорвался, да, он был вот так, он теперь сорвался. И ваша задача теперь последний сделать ляпсик. Последний ляпсик произойдет тогда, когда вы все-таки скажете, а возьму и сделаю. А возьму сейчас и не куплю, и не выпью, и уйду, и запишусь, и пройду. И купила тренинг, и пройду каждый урок. Вы берете это под контроль. Я не знаю ни одного человека, который бы достиг успеха без... Сейчас вы скажете, блядь, слышала это слово тысячу раз. Слушайте. Без дисциплины и силы воли. Не знаю ни одного. Сила воли – это не про то, когда ты борешься с собой, да, когда тебе страшно чего-то хочется. Это наоборот. Про то, когда ты отдаешься тому, чего ты хочешь. Вы же цель ставите, вы ее хотите. Так отдавайтесь ей. Чего же вы боитесь? Вы же не боитесь, когда вас, ну, может, и боитесь, когда вас мужчина приглашает ваши мечты на свидание. И вы такая сидите, вцепились в стул. Нет, я туда не пойду. Нет. Дисциплина – это то, когда я могу взять и начать контролировать себя. Начать следить за собой. Не бездумно что-то делать, а контролировать, понимать, осознавать. Вы же осознаете, когда вы тупите, вы осознаете, когда вы просыраете свою жизнь, вы осознаете, когда вы бедные. Вы же понимаете, что вы бедные, что вы считаете деньги, что у вас в голове каша, что человек, который рядом с вами находится, точно не принц вашей мечты. Ну, не у всех, но у кого-то. У кого-то принц, у кого-то не очень. Вы же это понимаете? Понимаете. Ну, вы в этом находитесь, типа, окей. Так пусть это станет не окей. Скажите себе, ну, ёпсель. Ребята, вот смотрите, про жизнь, да, сейчас несколько фраз важных. Я хочу, чтобы вы понимали, что происходит сейчас. Вот сейчас там война, Россия, Украина, Белоруссия, весь мир. Я хочу, это глобальная история. Тут можно много говорить. Но теперь давайте посмотрим на себя, как на человека. Вы человек, вы родились в точке А, умрете в точке Б. Вы проходите свой трансформационный путь. То есть, вы проходите через какие-то жизненные уроки, с помощью которых вы меняетесь. По сути, похер, заработали вы на Порш, на яхту, на весь мир или нет. Это всего лишь фишки, как в игре. Вопрос только в том, трансформировались ли вы, изменились ли вы, или вы остались той же амебой. Парадоксальность заключается в том, что чем больше вы трансформируетесь, тем больше фишек вы зарабатываете. Тут, может быть, заработал банкрот, заработал банкрот, но вы трансформируетесь. Вы получаете некий новый опыт, в котором вы что-то каким-то образом меняете. И в этом интерес жизни. Интерес жизни точно не в том, чтобы родиться в одной коробочке 30 метров с бабушкой, ждать, пока умрет ваша мать, умрет эта бабушка, чтобы в итоге остаться в этой коробке и умереть там же, и передать ее своим детям. Это называют люди стабильностью. Суть точно не в этом, чтобы прожить там 70-80-90 лет и иметь деньги заплатить за коммуналку. Не в этом. В этом нету никакого интереса. Я называю это синдром железного шарика, когда вы берете в своей жизни и думаете, да хер с ним, да сколько я так могу жить, надо что-то с собой делать. И вы делаете какое-то первое действие, которое касается ваших желаний. Никогда не хотела быть на этой работе, или никогда не хотела жить в этом городе, или никогда не хотела отношений с этим гребаным мужиком. Не важно. Вот вы берете и делаете первое действие из серии, из серии, чего я хочу. Мы все время, нас учат удовлетворять других людей, быть хорошей женой, хорошей девочкой, хорошим гражданином и так далее. В нас воспитывают социальную ответственность, нормы, бла-бла-бла. Почему? Потому что так удобно нами управлять. А вы когда-нибудь себя спрашивали, а я вообще что хочу? Я вообще хочу замуж, я хочу вообще детей, я хочу вообще работать так, я хочу быть вообще в этих рамках, так одеваться, так выглядеть в рамках. Какой, мать твою, я хочу быть? Что для меня классная жизнь? Что для меня есть окей, а что не окей? Это очень опасный вопрос, потому что он взрывает буквально ваш мозг, потому что очень часто этот вопрос дает начало безумным переменам. Ну, ребят, ну жизнь же, это про изменения, жизнь это про интерес. Посмотрите, одни люди проживают феерические жизни, да, их качают, а другие как сели на одном огороде, так их на том огороде, как говорят на украинском, и поховалы. Нахрена? Вот сейчас многие у меня переживают, боже, я теперь не в своей стране живу, или я там в своей стране живу. Так живи где-нибудь, уже где ты оказалась, где ты выбрала, живи. Нам никто с вами не вернет этого времени. У вас сейчас появились те возможности, которых не было раньше. У вас бы никогда смелости не хватило на то, на что подбросила сейчас жизнь. Просто банально бы не хватило. Но если вы уже оказались в каких-то обстоятельствах, так делайте из них лимонад. Что же вы сидите-то и ноете, и свой мозг опять там, ой, как было раньше хорошо. Было и прошло. Было это как из серии, ой, что же вы расстались, вы были такой хорошей парой. Кто знает, кто какой парой был? Вот скажите, пожалуйста, то, что мы видим в фотографии, в интернете где-нибудь, или знаем каких-то людей, мы просто знаем этих людей, мы с ними знакомы. Как у кого было, никто не знает. И неважно, как было, вопрос то, что вы проживаете сейчас. Спросите себя, как я чувствую себя сейчас, чего я сейчас хочу, какую жизнь я хочу, куда я хочу посмотреть. Прекращайте страдать. Страдание даст вам только страдание. То, что вы испытываете сейчас, то вы и получаете. Я хочу, чтобы вы этот закон очень хорошо поняли. То, что сейчас прямо вы испытываете, вы получите и завтра в посылочке. Поэтому сейчас лучшее, что вы можете сделать, это показать всем факи, кто вам рассказывает, как вам жить, где, с кем, куда, и, наконец-то сказать, так, все, все, весь хор закрыт, включая свою голову, ща я буду решать. Сейчас я сама буду разбираться с тем, чего я вообще в этой жизни хочу. И как хочу, и как мне удобно. И на все забить. Хочу я канал в инстаграм, это моя мечта, да супер, значит, буду делать. Кривая, косая, старая, не умею говорить, отлично, значит, это будет моей фишкой. У меня канал кривой, косой, старой, которая не умеет говорить. Подписывайся на меня. Неважно, неважно, как вы будете делать, вы через действия трансформируетесь, вы через действия меняетесь, вы через действия начинаете жить. Потому что жизнь, это всегда продвижение, понимаете, это не про пендюрилась бляха в этот стульчик, и сижу на нем. Вот я сижу и думаю, шо, рабы ты? Вы жили в Италии или переживали какой-то момент жизни? Я жила в Италии, однозначно, потому что я оказалась в Италии на 4 месяца, и я поняла, что раз я в Италии, я должна там жить, жить так, как могу. Я даже создала сразу же там курс про жить. Я вам скажу больше. Я в Италии работала, наверное, в 2 раза больше, чем обычно. Я в Италии путешествовала столько, наверное, сколько не путешествовала за всю свою жизнь. Я в Италии доставала из себя абсолютно все, потому что после Италии я приехала и развелась, если вы не знаете. Поэтому моя Италия прошла прекрасно. Я жила по полной программе, распечатая и распаковывая себя. И я поняла, что раз уж я в таких обстоятельствах, то я, во-первых, наверное, в Италии я приобрела свою лучшую физическую форму, из всех которых могла, и жгла по полной. Я живу в каждом моменте, безусловно, конечно, я не могу вам сказать, что меня не вышибают какие-то ситуации, вышибают. Но у меня, знаете, как вот в игре, так вот вышибло, человека так пошатало, помните чудище какого-то, и он потом опять пошел дальше, и ты думаешь, сука, да как же тебя убить. Ты его там все время в этой игре пуляешь, пуляешь, а он не убивается. Он только так вот у него звездочки, ты-ты-ты-ты-ты. Конечно, я живой человек, конечно, я принимаю какие-то вещи, конечно, да, безусловно, и проживаю, и переживаю, и что-то страдаю, но я все время себя распаковываю, напоминаю, у меня привычка у мозга, он говорит, ну все, ты долго будешь страдать? У тебя есть выбор, хочешь, иди умри, умри, если ты так сильно страдаешь. Я говорю, не хочу умирать, ну не хочешь умирать, тогда иди живи, иди живи, делай, что ты делаешь, для чего ты живешь, какие у тебя сильные навыки. Я могу пробуждать других людей, так иди, сука, пробуждай их, что ты сидишь, что ты рыдаешь. Поэтому в самые страшные моменты вы всегда видите меня в прямых эфирах, правда? Когда нас начали бомбить, я сидела по 3-4 эфира с вами, потому что я понимала, что я в состоянии себя собрать как-то, а другие вообще не в состоянии. И я шла и делала то, что я могла делать, да, я не могла идти там убивать, но я могла пробуждать, я могла давать силы жить, и я их давала. Поэтому да, однозначно да. Вот, зараз сяду и напишу резюме. Видите, вот, начинается. Но, смотрите, тут очень важная штука. Важно быть не наркоманом, да, то есть вы ко мне пришли, я вас накачала, вы оргазмировали, сделали какое-то действие, но завтра опять залезли на свой стульчик и опять сидим на стульчике. Это привычка. Еще раз, привычка, наш мозг. Перематываем мой эфир с самого начала. Наш мозг программируем. И мы состоим с вами из привычек. Кто в начале эфира был, поставьте сердечки. Мы состоим из привычек. И привычка действовать и идти вперед, это всего лишь привычка. Это не суперсила. Это не типа, ой, ну вам это дано, конечно. Вы с этим рождены. Нет. Это просто дисциплина и усилие над собой. Это выбор. Когда я себя спрашиваю, если я не буду действовать, где я буду? Я буду как подружки. Помните этот мем, сын маминой подруги, а у меня дочь маминой подруги. Я смотрю, думаю, я не хочу быть как дочери маминой подруги. Да, нас что-то двигает. Нас двигает, конечно, в классный, я вам скажу, у вас должно двигать собственное ощущение продвижения в этой жизни, трансформации. Ну, нихера. Нас двигает обскакать свою подружку школьную, стать лучше, чем мама на соседка. Нас двигает все время это сравнение, да, нас все время бесят, потому что нас постоянно сравнивали. Мои дети, кстати, очень жестко на это реагируют. И всегда мне говорят, мама, перестань меня сравнивать. Я думаю, боже, я действительно мать, которая только что сравнила своего ребенка. Это тоже привычка. Но, если уж у нас есть какие-то привычки, поворачивайте их во благо. Идите вперед, говорите себе, да, я сейчас буду снимать ужасный блог, я сейчас буду делать что-то плохо. Но ни один человек не сделал что-то хорошо перед тем, как не сделал это плохо. Я помню свои первые эфиры, ребята, это был пиздос перед камерой. Я помню, как ставили эту камеру 2009 год. Я вот это сажусь, глаза вылупливаю и думаю, как интересно, почему, когда меня снимают сбоку, значит, я разговариваю, я разговариваю, как нормальный человек. А в камере я начинаю разговаривать вот так и забываю все слова, что там на бумажке где-то надо посмотреть. Потом я подумала, ладно, я говорю, давай так, ты будешь меня снимать, короче, ты меня будешь снимать сбоку, а я типа с кем-то разговариваю. И я сажала перед собой Сергея, своего супруга тогда, и разговаривала с ним, его не снимали, я ему рассказывала. И когда я ему рассказывала, я ему рассказывала, как вам, нормальным голосом, а когда я рассказывала в кадре, я рассказывала приблизительно вот так, только еще заикалась и думала о словах. Я, кстати, ни один свой тренинг, ни один свой эфир, ни один свой ролик не готовлю на бумажке. Ни один. Нету бумажки, есть только тема. Знаете почему? Потому что я себе говорю, Ольчик, неужто ты, занимаясь любимым делом, а ты человек, не который прочитал книжку, а который занимается любимым делом, не можешь людям интересно рассказать. Неужто тебе нужно столько помнить про эту бумажку, вечно пытаться, как только есть бумажка, ваш мозг превращается в этого человека, который the Great Britain is the capital of United Kingdom, да, или чего-то там. Помните, когда нас на английском заставляли зубрить тексты, почему мы разговаривать-то на английском не могли, мое поколение? Потому что нас заставляли учить тексты, мы учить могли, а разговаривать не могли. Вот и у меня такое было, и я поняла, что нет, я так не буду, я рассказываю вам о том, в чем я прекрасно разбираюсь. Какие у меня вылазят эпитеты, метафоры или что-то другое, я каждый раз не знаю. Очень часто бывает, когда я запишу какое-то видео и думаю, ну просто гениально, я называю, открылся портал. Но это тема, которая мне интересна, в которой я живу, в которой я разбираюсь, мне не надо к ней готовиться. Вот я такая, стоит мне прописать себе массовое выступление на сцене. Ребята, это пиздец, потому что ты думаешь только про эту гребаную бумажку. Поэтому у меня всегда есть сзади презентация, которая через час, когда мне надо выходить со сцены, оказывается на третьем слайде. Потому что меня давно унесло от презентации, я давно рассказала людям все, что угодно, люди в экстазе и в восторге. Я понимаю, что по теме, наверное, ничего не сказано, но нам окей. Потому что я плаваю и живу своей темой. Если вы решили идти в мир с какой-то темой, которая вам нравится, вы просто знаете тему, о чем вам говорить. И говорите, и учитесь, и понимаете, и заикаетесь. И изначально у вас на эфире будет 4 человека. Это нормально. Но это гораздо лучше, чем вы вообще не будете этого делать. Все мы спотыкались и заикались. И тут самый главный момент. Понятно. Я так часто думаю, блин, ну я начинала, там еще кого-то не было. Слушайте, главный секрет. Вот пока вы сейчас тут сидите и думаете что-то начать. И думаете о том, что уже там, не знаю, рынок весь заполонен. Кто-то тихонечко что-то делает. Ровно через месяц, через полгода и через год вы увидите людей, которых сегодня еще нету в медийном пространстве. Нету. Еще нету их влога. Вы их не знаете, не читали и слыхом не слыхали. Но они появятся. И вы будете продолжать на них сидеть, смотреть и говорить. Какие классные. Но они появятся. А сейчас их нет. В независимости от того, что вы будете делать или не будете, будут появляться люди и загораться новые звезды. Ну, условно, да. Будут появляться, открываться новые бизнесы. Вам кажется, все. Мир занят. Ниши заняты. Все занято. Все инстаграм страницы заняты. Все занято, сука. Но всего будет еще полным-полно. Вы должны это понять. Знаете, почему? Потому что жизнь это про динамику и про движение. И вам бесполезно соревноваться с миром. Ну, эта фраза заезженная, но она правдивая, да. Что уже есть полно людей, которые, точнее, всегда будут люди, которые будут круче, лучше, богаче, красивее, умнее, ярче. Будут. Но как много таких людей вы знаете? Есть миллиард, наверное, ну, ладно, не миллиард, но десятки тысяч блогеров, там, стотысячников, миллионников, о которых мы вообще не знаем. Потому что мы этой темой не интересуемся, в этом городе не живем. В этом полно людей. Каждый притягивает свое. Не будем забывать про законы притяжения. Если вы смотрите мой YouTube, законы вселенной, вы все это знаете. Вас всегда кто-то найдет. Вы для кого-то всегда будете лучшим экспертом в мире. Или лучшей компанией в мире. Или лучшим рестораном в мире. Или лучшим человеком в мире. Вы же не боитесь. Это мой любимый пример, мои ученицы, на личных консультациях. Потому что на личных консультациях у меня поголовная история. Это страшно. Это поголовно. У каждой моей девочки страшно. Я ей говорю, слушай, но тебя когда парень зовет на свидание, ты же не думаешь о том, что в мире точно есть девушка лучше, чем ты. Красивее, умнее. Может пусть она пойдет с ним на свидание. Ты же не начинает же твой мозг говорить. Ну как я пойду с ним на свидание, если точно есть лучше, чем я. Но ты же такой херней не страдаешь. Ты смотришь на него, он нравится тебе. Он же тоже может подумать. Да наверняка есть мужики покруче меня. А ты в это время, боже, он самый лучший. Я его обожаю. Я хочу. Я бы вышла за него замуж. Родила бы от него детей, да, на третий час знакомства. Перестаньте. Скажите своему мозгу, слушай, это моя жизнь. Я центр вселенной. Я самая лучшая. Я королева этой комнаты. Я королева этого телефона. Этой лампы. Это я. Все. Больше никого нет. Только ты, я, да мы с тобой. Встала перед этим телефоном и обезьянничаешь. И даже если какая-то твоя подружка напишет, боже, ты скажи, а ты тоже сними, я тоже хочу на тебя посмотреть. Неважно, кто что скажет. Это вообще не имеет никакого значения. Важно то, что вы делаете. Важно, как вы развиваетесь и меняетесь. Жизнь это про движение, это про изменение. Жизнь это про то, когда я ставлю какие-то цели, мечты и ищу инструменты, с помощью которых я могу дать миру что-то, чтобы взамен получить то, что мне надо. Вы думаете, я не мечтаю ночью придушить Энтони Роббинса подушкой? Потому что как он собирает такие огромные залы? Как? Мне тоже кажется, например, что я, может быть, совершенно не хуже, чем он. Но я понимаю, что Вселенная сделает все как нужно, а мне нужно просто заниматься своим делом. Не мериться, не переживать. Это не моя задача. Моя задача делать то, что я умею. Если я так считаю, значит, брать это и делать. И однозначно найдется кто-то, для кого это получит отклик. Вот и все. И так и происходит это. И я хочу, чтобы вы это отлично понимали. И если у вас есть цели меняться, меняйте. Сегодня классный век. Тренинги и марафоны обсырают, простите, все, кому не лень. Но это очень классный инструмент, потому что, во-первых, вас берут за руку, и вместо того, чтобы ходить и самостоятельно искать кучу информации о том, как что-то сделать, вас проводят. В этом уникальность любого продукта. Второе. Если вам нравится тренер, человек, который этот тренинг ведет, это, кстати, очень важно. Вы еще получаете дополнительную энергию и заряд, потому что у вас как будто бы появляется друг, да, человек, которого вы знаете, которому вы доверяете. А очень важно кому-то доверять. Сомневаться в компетентности всего мира, всех знаний, медицины можно бесконечно. А можно вы что-то поверите, и это станет вашим путем, который выведет вас к вашим целям. Коллектив, который вы попадаете в марафонах, да, если там есть чаты, это возможность пообщаться с единомышленниками, с людьми, которые проходят тот же путь, который проходите и вы. Это мега важно, понимаете? Потому что так ты сидишь и думаешь, блин, все люди живут какой-то жизнью, эти слишком успешные, а эти в грязи ковыряются, других нет, я один такой, да нет, вы не один. Вас очень и очень много, и я все время прошу вас, приходите, чтобы вы знакомились, общаетесь. У меня есть много примеров того, как люди там годами сейчас дружат, мои рерайтовцы, из разных стран, ездят друг к другу в гости, поддерживают, становятся крестными, потому что нас сближают именно представления о жизни, наши общие ценности. Это же мега классно, понимаете? У нас всегда есть выбор, мы можем сидеть сейчас, страдать и ужасаться и ждать, пока все это закончится. Но зачем? Ведь жизнь, еще раз говорю, нам никто эти месяцы не засчитает. В эти месяцы происходит наша мощнейшая трансформация, открываются наши глубины, мы видим, что все в жизни можно потерять. И мы задаем себе главный вопрос, а зачем тогда откладывать, чего тогда ждать? Если моя жизнь сегодня, я сегодня жив, я хочу это делать, я хочу ее проживать. Я хочу! Живите! Не думайте об ужасах, которые могут случиться. Случатся и случатся. Думайте о том, что вы можете делать сегодня для себя, прежде всего. Будьте честными с собой. Да, это болезненные шаги. Да, это очень часто разрывает тебя изначально, но это проходит. Многие мои подруги сейчас проходят стадию расставания. И некоторые спрашивают меня, зная мою историю, Оль, а вот ты уже там, на другой стороне, расскажи, как гости из будущего, что там, что после вот этих ужасных моментов, которые мы проживаем. Я говорю, девочки, а там сказка и рай, потому что это правда. Там ваша жизнь, там вы хозяйки этой жизни, там много удовольствия, там выбор, там возможности получать то, что ты хочешь. Не, как бы трансформация, это всегда болезненно, потому что нам приходится делать что-то новое, принимать решения, которые, возможно, мы не учились принимать. Много разных шагов, но еще раз, жизнь это про динамику. Просто, когда вам страшно или сложно, расправьте свои крылья в прямом, переносном смысле, как хотите. Скажите себе, это жизнь, я живу, я это проживу, я из этого выйду. Очень важно видеть, куда вы идете. Почему я создала рерайтер жизни, где мы пишем книгу о жизни своей мечты, потому что мы там пишем то, чего мы желаем. Мы там, возможно, впервые воссоздаем картину того, о какую бы жизнь я себе хотел. И когда мы начинаем это видеть, нас это толкает. А когда мы начинаем применять законы вселенной, мы учимся с вами управлять реальностью, с помощью своей энергии, своих мыслей. И это происходит. И все, кто это делал, прекрасно знают, что это работает. Это не сказки и домыслы. Это работает. Поэтому я хочу, чтобы вы вспоминали про то, что жизнь это не ужасное событие, которое нужно выдержать или перетерпеть. Жизнь это невероятное приключение. Невероятное приключение. Что я могу сказать на этой замечательной, прекрасной ноте? Конечно, я не просто перед вами пою. Конечно, я хочу, чтобы вы все были моими клиентами. Почему? Потому что я точно знаю, что людям, которые готовы перейти на новые жизненные этапы, я помогу. Я всегда прошу, не надо приходить ко мне тем людям, которые ждут чудес, которые понимают, что они ничего не хотят делать, ничего слушать, ничего внедрять. Но если вы готовы, я вам 100% помогу. Если вы чувствуете, что вам откликается моя энергия, мои матерные словечки, моя манера общаться, что-то вас ёкает, я вам точно смогу помочь. У меня есть сайт, который закреплен в шапке профиля, где есть перечень моих продуктов. Мой главный марафон «Рерайтер жизни», мой марафон «Закон и денег». Все, что мы проводим, там есть расписание актуальное, вы всегда можете посмотреть. У меня есть личная индивидуальная работа в актуальных сторис, тоже все сохранено, вы можете немножко это изучить, написать мне в директ, я вам расскажу об этом больше. Если вам нужен такой наставник, как я, друг, как я, welcome, я открыта, я взяла свои жизненные миссии помогать людям трансформироваться. Потому что, во-первых, у меня есть огромное желание, во-вторых, у меня есть большое количество энергии, которое, как я считаю, я просто провожу, потому что иначе я не могу объяснить ее количество. И в-третьих, у меня есть опыт, большой опыт, опыт в бизнесе, в жизни, в разных вещах, опыт наблюдателя, опыт жителя этой планеты. И я готова помочь вам пройти какие-то ваши переходы, потому что обычно это именно переходы с одной какой-то части на другую. Так что, welcome, пожалуйста, я готова работать с вами. На этой замечательной ноте я заканчиваю этот эфир. Я буду вам признательна, если вы сделаете легкий шеринг своим друзьям, потому что классно, когда ваши друзья тоже становятся вашими единомышленниками. Я вас очень прошу поддержать и поставить лайки, комментарии, для того, чтобы его смогло увидеть большее количество людей. Для меня это важно, помогать большому количеству людей, кто знает, кто и что может с этого получить. И если вы еще не читали мою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу», вы можете написать мне в личные сообщения, это называется в инстаграме «Директ», «Хочу книгу», и вам мой бот пришлется книгу в аудио формате и в печатном формате. Буду рада, если это также сможет вам помочь. На этой ноте я заканчиваю. Спасибо всем большое за эфир. Периодически буду продолжать выходить. Всем хорошего вечера.